здравствуйте друзья сегодня мы переходим к затиркам так как у нас здесь плитка керамическая мы будем использовать цементную затирку циризит c40 но также я могу вам рассказать кое-что еще она эластичная значит можно использовать для керамогранита и даже она подходит для теплых полом при наличии вот такую-то интересную раскладку можно без проблем без труда подобрать цвет здесь у нас подошел цвет jasmine заказчики выбрали этот цвет более такой универсальный под эту плитку тоже классно гармонично смотрится также здесь есть огромный плюс в данной раскладке то что вот эту кружочки это какие цвета именно есть у циризита силиконовых затирок cs25 также циризит добавил новые цвета то есть всего их сейчас 42 цвета мы начинаем непосредственно самой цементной затирки чистой тары шпателя обязательно весу такого шпателя такого ведерка с чистой водой и вот такой вот кубки также можно если нет такого интересного резиного шпателя то можно использовать по старинке какие-то обычные девушки не пользуются и также вот это все я вам расскажу почему он нужен непосредственно перед началом работы у нас швы должны быть все идеально чисто прочищенные чтобы там не было никаких загрязнений и вообще пыли ничего и перед тем как начать работать мы швы начинаем обильно смачивать проходим швы мы их не слегка увлажняем что потом лечить именно процесс затирки мы когда швы увлажнили приступаем именно подготовки самой цементной затирки не только для эпоксида но нужны весы также весы нужны для любой цементной затирки и чем темнее цвет тем более требовательна правильность пропорции воды самой массы потому что чтобы избежать дальнейшем высылок и разнотонность самого материала также смотрите по возможности если большой объем то желательно замешать сразу все ведро нужно его в течение двух часов нужно его выработать если вы не успевать тогда вы разбиваете на какие-то пропорции здесь именно доработанная новая формула то есть тут гидрофобные все свойства не теряется но теперь эту цементную затирку можно спокойно замешивать вручную то есть не механическим способом кстати пропорции 100 миллиграмм воды на 340 грамм непосредственно самой смесь здесь еще идет армировка пива волокна как вы заметили сначала воду потом уже именно саму смесь добавляю если делать наоборот то будет очень сложно это все перемешать неправильно всегда сухую смесь добавляют именно вот наоборот как вы видите все замешивается намного легче прям вообще не напрягаясь у нас получается консистенция должна быть как густая сметана и не стекает это же время стекает и тянется видите здесь смотрите присутствуют такие вот два вида угла это нужно именно для затирки это для толстых швов это для том также с этой стороны то есть раньше было разделение одни для эпоксидов другие для цемента здесь уже сейчас этого нет и просто берем наносим и маза маза мы по диагонали лишним не убирали здесь вот у нас немножко поменялась формула данной затирки она стала более эластичная и износостойкая данной затирки в новое присутствует новая формула квадрозащиты то есть защита от воды от грязи от плесени и грибка я первый раз от я замешиваю и раз отработали намного эластичнее чем старая сороковая давайте скажу прям чтобы почувствовать все прелести плюсы и плюсы данной затирки я именно выбрал такую текстурную плитку могу выбрать гладкую и без проблем на ней поработать мне хочется проверить сам материал годен и годен работать не работать поэтому именно стали затирать после того как мы затерли но немножко подсохла берем ведро чистой воды такую губку мы ее немножко смачиваем почти насухо выжимаем и начинаем потихоньку размывать как видите я здесь именно затирку нанес с излишком то есть я не стал ее почти под конец убирать и чего это нужно это нам нужно для того чтобы хорошо и качественно сформировать сам шов эти чтобы гладенький был и хороший кстати еще стоит отметить что в новую затирки цемент добавлена мраморная пудра то есть она вам позволит сделать более гладкие швы воля ровненький качественные и небольшой такой лайфхак непосредственно для заказчиков если остался налет не нужно его мы просто берете сухую тряпку копчатобумажную просто вытираете этот налет без проблем удаляется так посмотрите вот когда мы уже как размыли нанесли чтобы не было налет берем по диагонали проводим и опять вымываем помыли один раз провели и не забываем менять воду так друзья после того как мы все нам или затерли смотрите у нас сама плитка имеет такую фасочку и кажется визуально что швы очень толстый чтобы этого убрать и избежать лишь чтобы это было более менее красиво берете любой провод пвс отпускаете край главное чтобы ровненький был не делал ни задиров и чем толще шов тем больше диагноз смотрите просто берем чуть давлю проводим смотрите как у нас получается классный шикарный шов благодаря такому нехитрому приспособлению сформировали шовчик у нас он получился ровный красивый четкий и не смотрите вот такие вот когда останутся вот остатки без проблем можно потом будет убрать или сухой губкой или чем-нибудь еще угодно сухим я очень доволен осталось просто проверить ее уже во время использования когда она высохнет она светлеет так ради интереса для себя я просто попытаюсь намочить и проверить именно ее гидрофобные свойства так что друзья там было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч до свидания